Вот вам наушники, которые стоят дешевле AirPods, у них неплохой звук, компактный кейс и тут есть еще и активное шумоподавление. Это полностью беспроводные накладные наушники с парочкой интересных фишек, которые лично меня приятно удивили. Это, кстати, Huawei FreeBuds 4. Начну с тех самых фишек, что мне понравились в этих наушниках. Первая фишка — это управление громкостью. Проводите по наушнику вверх, и громкость увеличивается вниз, и она уменьшается. И, на удивление, это неплохо работает. Не хватает какой-то отзывчивости, чтобы четко понимать, сделал ли ты громче или нет, но это работает. Остальное управление достаточно привычное. Двойное постукивание включает плей-паузу, вызывает помощника или следующий трек, и в приложении вы можете выбрать, на какой наушник повесить то или иное действие. Ну и зажав палец на любом наушнике, вы включаете-выключаете шумоподавление. Управление очень простое и понятное. Кстати, на корпусе наушников есть еще и датчики приближения. Если вы снимете один, автоматически включается пауза. Когда вы его надеваете, воспроизведение продолжается. Работает это четко и практически никогда не сбоит. Вторая фишка, которая мне понравилась, это то, что наушники могут одновременно работать сразу с двумя устройствами. Можно быстро и бесшовно переключаться со смартфона на планшет, или использовать наушники с ноутбуком и телефоном. Работает это очень стабильно, и в приложении вы можете выбрать, какие два устройства будут основными. А еще в приложении сохраняются все устройства, к которым наушники подключались, и можно вручную выбрать, куда подключиться в данный момент. В приложении, оно кстати называется AI Live, можно выбрать режим шумоподавления, их тут два. Можно настроить эквалайзер, добавить низких или высоких частот, причем разница в звуке при смене эквализации ощутимая. Можно включить HD звонки, улучшающие качество речи. Посмотреть заряд кейса и наушников. Есть оптимизация звука, которая измеряет ваш уровень слуха на разных частотах и подстраивает звук под вас индивидуально. Есть возможность обновить наушники, найти их, если они потерялись, и настроить управление, конечно же. Но с приложением есть одна странная штука. В App Store для iOS и в магазине приложений Huawei приложение самой актуальной версии, и FreeBuds 4 тут находится без проблем. А вот в Play Market версия приложения просто устаревшая, и в ней подключить FreeBuds 4 не получается. Но благо на коробке есть QR-код, с помощью которого можно скачать актуальную Android-версию приложения. Вы думаете, это все, что мне понравилось? Нет. Сто раз я говорил, что активное шумоподавление без пассивного нормально работать не будет. В наушниках такого типа, во вкладышах я имею ввиду, реализовать адекватное шумоподавление просто невозможно. Но в Huawei сказали, подержите мое пиво, и сделали это. Шумоподавление действительно работает. Оно, конечно же, не так эффективно, как в вакуумных или полноразмерных наушниках, но оно есть и помогает убрать назойливые частоты, вроде гулокондиционера или шумодвигателя. В приложении есть даже выбор из двух настройок шумоподавления, но лучше и эффективнее работает стандартное. Оно тут называется обычное. Забавно, что в прошлом поколении шумоподавление тоже было, но было для галочки, и слышно, его эффекта просто не было. А тут оно есть и чувствуется. Но что главное в таких наушниках, кроме комфорта и автономности? Правильно, звук. И в этом компоненте. Huawei тоже хорошо поработали. У FreeBuds 4 неплохой баланс. Звук получается не плоский, он не долбит одними верхами и верхними средними частотами. Звук, по большей части, настроен на средние и низкие средние частоты, из-за чего FreeBuds 4 получаются максимально универсальными. В них хорошо и приятно слушать голос, например, подкасты или YouTube. Неплохо звучит и самая разная музыка. Я бы сказал, что они по характеру звучания напоминают мне AirPods. Правда, стоит учесть, что звук сильно зависит от шумоподавления и эквалайзера. Если включено усиление низких частот и одновременно шумоподавление, то звук становится еще объемнее, появляется больше низов. Правда, вместе с этим начинаются и искажения на максимальной громкости. А если вернуть эквалайзер по умолчанию или отключить шумоподавление, то искажения пропадают. Звучат Huawei FreeBuds 4 на удивление приятно. Единственное, что мне не хватило, это максимальной громкости. Наушники не тихие, но запас процентов в 20, честно говоря, пригодился бы. Есть и другие вещи, которые меня, скажем так, удивили. Например, у кейса нет поддержки беспроводной зарядки. В прошлом поколении она была, а теперь нет. Автономность у самих наушников тоже не рекордная. 3-3,5 часа на одной зарядке. Но если брать вместе с кейсом, то это будет уже примерно 20 часов работы. А это уже, можно сказать, на уровне. Кстати, всего за 10 минут в кейсе наушники успевают зарядиться до 40%, а полная зарядка занимает примерно полчаса. Ну и заряжать их можно только по Type-C, как я уже сказал, других вариантов нет. А вот дизайн наушников практически не изменился с прошлого поколения. Такой же круглый кейс и та же форма наушника с вытянутой торчащей ножкой. Кейс, кстати, несмотря на круглую форму, довольно компактный и легко помещается в любой карман. Он неплохо собран, не скрипит, а наушники внутри него сидят достаточно крепко, магниты хорошие. В нашем случае наушники и кейс были глянцевого белого цвета. Но есть еще темно-серый матовый кейс и глянцевые серые наушники. Темный цвет лично мне понравился, честно говоря, больше. Но не на всех рынках официально продаются оба этих цвета, учтите. Сами наушники удобные, они небольшие и, самое главное, очень легкие. И в ушах сидят хорошо, практически не ощущаются. Если вам, конечно, подходят вкладыши. На самом кейсе снаружи есть кнопка для сопряжения по Bluetooth. Она находится справа сбоку. Есть светодиод, показывающий заряд наушников и включающийся во время зарядки. Ну и, разумеется, тут есть Type-C. А вот так работают микрофоны в Huawei FreeBus 4 в самом обычном неподготовленном помещении. Нельзя сказать, что они лучшие, но работают неплохо для звонков и для сообщений голосовых, вполне отлично подходят. Huawei FreeBus 4 работает на Bluetooth 5.2 и задержки в YouTube и в играх тут практически нет. Видео ее незаметно вообще, а в играх она минимальная. На смартфонах Huawei обещают задержку еще меньше. Ну и красивую анимацию при подключении. Выглядеть она будет примерно вот так. Ну а теперь, сколько стоит эта радость? В Казахстане продажи стартуют 6 августа по цене 79 990 тенге. За предзаказ вам подарят браслет Huawei Band 6. Неплохой подарок, я считаю. В России цена 13 тысяч рублей и тоже в подарок браслет. Цена, конечно, не копеечная, но вполне адекватная для такого продукта. Особенно если успеть получить браслет, так вообще получается идеальный расклад. Минус его на наушников, конечно же, тоже есть. Например, не самое долгое время работы самих наушников. У кейса нет поддержки беспроводной зарядки. Запас по громкости тут не самый большой. Но в сумме это одни из самых приятных и хорошо звучащих наушников такого типа на рынке. У них приятный звук, есть шумоподавление, удобное приложение и одновременная работа с двумя устройствами. Ну и стоят они дешевле, чем те же AirPods. Выбирать, конечно же, только вам, но лично мне эти наушники понравились. Это The Rock. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok